Еще раз доброе утро всем нашим слушателям, всем присоединившимся, всем тем, кто сегодняшний последний день такого жаркого, настоящего лета решил посвятить подготовке к экзамену, который состоится всего через две недели. Ну и, наверное, не будем откладывать. Я думаю, что мы начнем. У нас в повестке дня сегодня два доклада. Традиционно поделили лечение рака легкого на лечение ранних, местно распространенных стадий и на лечение метастатического уфлевого процесса. Ну и первый у нас докладчик Яна Сергеевна Ахмадиярова. Она осветит проблемы лечения метастатического рака легкого, представит все возможности современной лекарственной терапии. Доброе утро, коллеги. Мой доклад охватывает несколько тем. Это как не мелкоклеточный рак легкого, как мутированный, так и нет, и мелкоклеточный рак легкого. Поэтому начать я бы хотела с мелкоклеточного рака легкого, потому что это тема менее объемная. И начнем с того, что типичный у нас портрет пациента с мелкоклеточным раком. Это пациенты-курильщики с достаточно длительным стажем. Обычно это больше 30 пачка лет. По КТ-картине или по рентген-картине мы чаще всего видим огромные образования средостения с массивными лимфатическими узлами, которые достаточно быстро растут. Если, например, несколько месяцев назад пациент делал генографию, еще ничего не было, то спустя полгода или несколько месяцев у него уже могут быть массивные лимфоузлы средостения. Также мелкоклеточный рак легкого отличает то, что он очень быстро метастазирует. И поэтому чаще всего попадают пациенты уже с метастазами в головной мозг, в ткань легкого, в печень, в надпочечнике и очень часто метастазы в кости у этих пациентов. Она характеризуется, эта опухоль, очень быстрым опухолевым ростом. И, как небольшой плюс, это быстрая чувствительность к химиотерапии или к лучевой терапии. Поэтому зачастую мы даже берем лечить пациентов, которые уже в тяжелом состоянии, но обусловленным опухолем. Но, несмотря на то, что он так хорошо отвечает, к сожалению, ответ этот недолгий. Опухоль характеризуется ранним развитие резистентности. К сожалению, 5-летняя выживаемость пациентов с метастатическим мелкоклеточным раком легкого не достигает и 5%. Если говорить про установку диагноза, то это, как и во всех остальных заболеваниях, это обязательно медицинский анамнез, а главное выяснение стажа курения у пациента, потому что это ключевой фактор здесь. Если вдруг мы видим пациентов, у кого никогда не было курения, либо длительного стажа пассивного курения, то мы должны задуматься о том, что а не мутировал ли это какой-нибудь рак с активирующими мутациями. Но об этом я расскажу вам чуть позже. Также при осмотре пациента мы должны обратить на его сопутствующие болезни, на его ЭКОК обязательно, и понять, чем же он обусловлен. Распространенным опухолевым заболеванием или же какой-то сопутствующей патологии. Обязательно это лабораторные исследования для оценки функций органов и костного мозга, и обязательно какая-то визуализация. Это может быть либо ПЭТ-КТ, что предпочтительный метод, либо просто выполнение КТ-3 с внутривенным контрастированием. И обязательно для пациентов с мелкоклеточным раком легкого, да и не с мелкоклеточным, это выполнение МРТ головного мозга с контрастированием, так как головный мозг – это излюбленное место метастазирования рака легкого. Если говорить о постановке диагноза, то это, как и всегда, выполнение обязательно биопсии. И есть четкие параметры, когда рак может считаться мелкоклеточным, либо не эроэндокринным, по-гистологическим. А прежде всего, это наличие В-53, РБ-1, высокий уровень КИ-67, семнаптофизина, хромогранина и все остальные я перечислила вам на слайде. Но нужно понимать, что если мы говорим о пациенте, у кого никогда не было стажа курения, и мы видим у него мелкоклеточный рак легкого, нерэндокринный по гистологическому исследованию, то мы здесь должны задуматься о том, что не ЭДЖФР ли мутированный, это рак легкого, который трансформировался в мелкоклеточный. Поэтому мы обязательно должны запустить пациенту исследование на ЭДЖФР. Также описаны случаи, когда есть переход и собрав мутированного рака легкого в мелкоклеточный, так что эти две мутации мы должны исключить. И вот по последним данным, от 3 до 10% ЭДЖФР мутированных раков легкого могут со временем трансформироваться в мелкоклеточные раки. Также очень важно обязательно оценивать количество метозов, на 100 клеток, очень большое количество некрозов в опухоли, что говорит об очень быстром ее делении, очень быстром ее распространении. И смотрим мы не только на молекулярный профиль, на гистологические исследования, и обязательно еще обращаем на биологический характер опухоли. У пациента должна быть четкая связь с тем, что плохо стало достаточно быстро, что пока эта опухоль достаточно быстро росла, чтобы тоже мы не пропустили у человека наличие какой-то активирующей мутации. К сожалению, история лечения мелкоклеточного рака легкого не такая длинная и не такая насыщенная, как, например, у немелкоклеточного рака легкого, потому что каких-то больших открытий за последнее время здесь не было. И начинается история с 1985 года, когда начали применять платину с этапозидом, что и сейчас является стандартным первой линии. Но из нового, что появилось у этих пациентов, это добавление иммунотерапии, это добавление отеза лизумаба, либо дурволумаба. И во вторую, в третью линию используется иногда монотерапию пембролизумабом, либо неволумабом. Также постепенно в ходе этой истории менялось отношение к облучению первичного очага опухоли и облучению головного мозга. Но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. И вот еще внизу не вошедшие в эту временную ленту два препарата – это тарлатамаб и лурбениктидин. Это препараты, которые были одобрены совсем недавно для лечения мелкоклеточного рака легкого второй линии, после прогрессирования на платиновых препаратов. Лурбениктидин одобрен в Европе, а вот тарлатамаб пока одобрен только FDA. И если посмотреть то, что нам предлагает ЭСМО в качестве рекомендации, что делать, все зависит прежде всего от ЭКОГа пациента. Если мы видим, вот смотрим первую графу, что у пациента ЭКОГ 0,1, и у него нет противопоказаний для проведения иммунотерапии, то золотым стандартным для него является назначение платинового дуплета с этапозитом и добавление иммунотерапии, либо отеза лизумаба, либо дурвалумаба. Проводится 4 курса химиотерапии, дальше поддерживающая терапия иммунотерапии. Если же мы видим, что у пациента ЭКОГ также 0,1, но при этом у него есть противопоказания для проведения иммунотерапии, то, к сожалению, мы пациенту можем предложить только химиотерапию на основе платины и этапозита, либо карбоплатин за добавлением перорального топотекана, либо применение цисплотина с иринотыканом. Если же у пациента ЭКОГ больше 2 или равен 2, но обусловлен распространенным опухолевым заболеванием, то здесь мы должны предложить пациенту проведение химиотерапии. Это может быть платиновый дуплет и карбоплатин этапозит, либо карбоплатин гемцитабин. Хотя в одном из исследований с иммунотерапией было доказано, что даже для пациентов с высоким ЭКОГ, то есть ЭКОГ больше 2, но которые обусловлены именно распространенным опухолевым заболеванием, добавление иммунотерапии не увеличивает токсичность, но улучшает результаты. Поэтому опцию лечения тоже можно рассмотреть. Если же у пациента ЭКОГ-2 обусловленный не распространенным опухолевым заболеванием, а сопутствующий какой-то патологии, то самый оптимальный вариант, к сожалению, который мы можем предложить, это просто поддерживающая терапия этому пациенту. Что касается иммунотерапии, то было много исследований, но основное из них это 2, это ЭМПАУР-133, где было изучено добавление отезолизумаба, и здесь медиана общей выживаемости была 12,3 месяцев против 10,3 месяцев. На этом основании препарат был зарегистрирован. Следующее исследование это КАСПЕН, где изучалось добавление дурволумаба, и общая выживаемость была 12,9 месяцев против 10,5 месяцев. Отличие этого исследования от исследования ЭМПАУР было в том, что в исследовании дурволумаб показали эффективность для пациентов с метастазами головной мозг, но связано это было с тем, что просто их номинально было больше включено в это исследование. Что касается еще с исследованием ЭМПАУР-133, то уже в том году вышло исследование Амбрелла, которое показало, что есть какая-то часть пациентов, их было 12%, которые продолжают находиться на поддерживающей иммунотерапии без признаков прогрессирования уже на протяжении 5 лет. И нет каких-то сейчас маркеров, которые могли бы сказать, какие это пациенты, что их отличает от обычных пациентов с мелкоклеточным раком легкого. Эта история сейчас дообследуется. Вот это было как раз к этому слайду, что нет какого-то сейчас маркера, который показал бы нам эффективность иммунотерапии. Но это не влияет ни уровень ПДЛ-экспрессии, ни какие-то другие. Поэтому все это будет изучаться, и со временем, я надеюсь, мы все это узнаем. Что касается профилактического облучения головного мозга. Рекомендации ЭСМО дают нам рекомендацию, что нужно облучать, что это дает 5,4% добавления общей выживаемости. Но с оговоркой, что если у пациента есть возможность периодического выполнения МРТ головного мозга с контрастом, не реже, чем раз в 3 месяца, то, возможно, можно отпустить пациента под наблюдение. И то же самое говорят и наши рекомендации, и НССН. Потому что все исследования, которые проводились по облучению головного мозга у метастетических пациентов, были до эры того, когда для нас выполнение МРТ-исследования стало достаточно рутинным. Что же касается второй линии химиотерапии, то тут важно понимать, через сколько возникло прогрессирование заболевания. Если человек после окончания платины с стопозином продержался более 3 месяцев без прогрессирования, то у нас есть право выполнить ре-челлендж и сделать человеку химиотерапию по схеме карбоплатины и стопозит. Реиндукции иммунотерапии в этом случае не производится. Если же прогрессирование произошло менее, чем через 3 месяца, тогда нам нужно рассмотреть другие варианты лечения. Это может быть либо пероральное, либо внутривенное введение ринотыкана, либо аналогичная опция – это проведение химиотерапии по схеме КАФ. И если посмотреть разницу в том, для пациентов, которые больше 3 месяцев были без химиотерапии, что лучше – топотыкан или вернуть им комбинацию с химиотерапией, то по выживаемости без прогрессива не выигрывала химиотерапия. У нас получалось, что пациенты 4-7 месяцев держались на реиндукции против двухсенотопотыкани, но по общей выживаемости, к сожалению, они не выигрывали, поэтому этот вопрос обсуждаемый. То же самое касается введения схемы КАФ вместо ринотыкана. Еще одна зарегистрированная опция – это лорбениктидин. В России его, если я не ошибаюсь, нет, но это опция лечения для пациентов, которые спрогрессировали на химиотерапию, и вероятность объективного ответа – это 35% – это неплохая опция для наших пациентов. И если посмотреть по медиане общего выживаемости, то здесь, к сожалению, всего месяц разница, но с учетом того, что у нас не так много опции для пациентов, то это, в принципе, неплохой вариант. Сравнивался он здесь просто за группой контроля. И применяется он в комбинации с доксурбицином. Теперь переходим к мелкоклеточному раку легкого, к ней мелкоклеточному раку легкого с драйноверными мутациями. И стоит отметить, что вообще выживаемость метастатических пациентов 5-летняя – это 0% практически, 2 года – это около 10%. Но все постепенно меняется, так как появляется все больше исследований, мы узнаем больше об активирующих мутациях, а самое главное – у нас появляется все новая и новая терапия. Если говорить про неаммутированные, то это иммунотерапия, где у нас получилось достичь, у 30% достичь 5-летней выживаемости при метастатическом раке, если мы говорим про ЛК мутированный рак легкого, то у 63% получается перешагнуть 5-летнюю черту. Если мы говорим про ЭДЖФР мутированный рак легкого, то 50% перешагивает этот 5-летний рубеж. И как раз связано это с тем, что раньше единственное, что мы могли предложить, это проведение химиотерапии, просто меняли химиотерапевтические партнеры, и средняя медиана общей выживаемости таких пациентов была около 33%, однолетняя выживаемость. А медиана общая выживаемость вообще 7,9%. И важно понимать, почему же нам для установки диагноза очень важно на старте лечения проводить молекулярно-генетические исследования. Вот на АСКО был представлен такой слайд, что если мы пациентам выберем правильное лечение на первой линии, то есть определим мутацию, подберем правильный таргетный препарат, а не начнем просто химиотерапию или неправильную для этих пациентов химию и иммунотерапию, то у нас получается достаточно большой разброс в общей выживаемости. То есть это значительно продлевает жизнь пациентов. И у кого же есть пациент, мы будем искать мутации? Это все данные карциномы. Конечно, в первую очередь это ТТФ1-позитивные карциномы, потому что у ТТФ-негативных карцином мутации встречаются достаточно редко. Но все равно перед началом химиотерапии или химио-иммунотерапии мы всем пациентам должны выполнить исследование. Что касается плоскоклеточных раков, то рутинам у этих пациентов мутации никакие не определяем. Для них важен только уровень ПДЛ-генактивности. Но если мы видим пациента с плоскоклеточным раком, которые никогда не курили, а если еще этот плоскоклеточный рак располагается периферически, то у нас здесь есть ряд вопросов, которые мы должны для себя понимать. Первое. Нет ли у этого пациента какого-то сопутствующего онкологического диагноза в анамнезе? Это могут быть рак шейки матки у женщин, плоскоклеточные раки кожи, плоскоклеточные раки анального канала. плоскоклеточные раки половочек мужчин и так далее. То есть здесь сбор анамнеза являет важнейшую роль. Если же у пациента никогда не было никаких других онкологических заболеваний, и мы видим все-таки плоскоклеточный рак, который даже при пересмотре выходит точно таким же, то это пациенты для определения активирующих мутаций и для выполнения НЖС-исследования. Почему же все еще настолько цепляются за то, что обязательно нужно проводить микроргенетические исследования на старте? Проведение таргетной терапии для пациентов с активирующими мутациями – это золотой стандарт. Это то лечение, которое им помогает, которое обязательно должно проводиться в первой линии лечения. И если пациенту вдруг до выполнения молекулярно-генетического исследования была назначена, например, химия-иммунотерапия, а мутацию у нас встречается у пациентов-курильщиков, и мы идем по стандарту, то при выявлении мутации мы не можем резко отменить химию-иммунотерапию и назначить пациенту таргетную терапию. Потому что комбинация таргетной терапии вместе с иммунотерапией вызывает у пациентов токсические и порой летальные осложнения на печень, то есть токсические гепатиты. Поэтому для таких пациентов обязательно нужен wash-out период. Он составляет около трех месяцев, когда пациент не может получать ни иммунотерапию, ни таргетную терапию, и у нас остается только проведение химиотерапии. А так ли редки вообще эти мутации? И вот мы здесь можем посмотреть круг распределения. Видим, что мутации достаточно частые ситуации, особенно для пациентов-никурильщиков. Наружный круг – это азиатская популяция, внутренний круг – это европейская популяция. И мы видим, что чаще всего встречаются это мутации в гене GFR, очень много крас-мутаций, АЛК, РОС. Реже мы встречаем BRAF-мутации, РЭТ и НТРК-мутации. Но все равно процент таких пациентов достаточно большой, поэтому мы должны обязательно это учитывать. И что же мы можем использовать для таких пациентов? Это прежде всего самый оптимальный и удобный вариант – это, конечно, выполнение NGS-исследования. И в России сейчас даже квот, он вошел в ОМС, поэтому нужно тестировать этих пациентов. Если мы говорим про биопсию с тканей, то для каждой мутации это свое. Вот здесь представлена схема. Но чаще всего это выполнение ПЦР-исследований и выполнение ФИШ-исследований. А в Европе и в Америке зарегистрировано выполнение жидкостной биопсии, по которым также пациентам можно выполнить НГС-исследования и на некоторой мутации возможно выполнение ПЦР-исследования. И какие варианты таргетной терапии вообще у нас сейчас есть, что мы можем предложить пациентам? У нас есть множество препаратов на СГФР-мутацию. Есть препараты на СГФР-мутацию в 20-м экзоне, на ХЕР-2-мутацию, на АЛК у нас достаточно большой выбор, на РОС-1 есть несколько препаратов, на НТРК, на РЭД, на МЕД-14 экзон, на БРАФ-мутацию и на КРАС-мутацию G12C. И начинаем ли мы с таргетной терапии или все-таки пойдем по химиотерапии? Ответ здесь однозначно. Это дают рекомендации всех мировых сообществ и ЭСМУТ, в плане экзамена, в котором мы готовимся, что да, всем пациентам с активирующим мутациям нужно начинать с применения таргетной терапии. К схеме, которая представлена у них в рекомендациях, сюда же можно еще добавить РЭД-НТРК или МЕД-реанжировку пациентов. Не будем углубляться сильно в историю, но кратко все равно пройдемся, с чего вообще начиналась таргетная терапия. Самый первый это был препарат гифетинип, и сравнивался он с химиотерапией, и тогда у нас получился выигрыш как в общей выживаемости, так и в выживаемости. Здесь прогрессирование, что позволило зарегистрировать этот препарат для пациентов с GFR-мутацией. И все ингибиторы тирозинкиназа дальше, которые тоже исследовались, это эрлотинип, афотинип, ну и сам гифетинип, они все сравнивали с химиотерапией, и во всех исследованиях было получено их преимущество по сравнению с химиотерапией. Вот. И они в принципе плюс-минус все одинаково равны, поэтому в первую линию мы пациентам можем их давать, нефтин, гифетинип и пералатинип отличаются они только профилем токсичности, поэтому мы их выбираем в зависимости от потребности пациента и от его соматического статуса. Но, к сожалению, рано или поздно на все ингибиторы тирозинкиназа первого поколения развиваются резистентности, механизмы это могут быть разные, чаще всего это выявление мутации Т790М, и мы в таком случае должны пациентам брать биопсию из растущих, а лучше из новых очагов, потому что выявление мутации Т790М позволяет дать во второй линии пациенту препарат оси-мертинип. То, о чем мы с вами говорили, это может быть мелкоклеточная трансформация АДЖФР мутированного рака легкого, и в таком случае нам стоит пациентам добавлять химиотерапию по схеме, по схему же, которая предложена для мелкоклеточного рака легкого. Иногда появляется мета-амплификация, АДЖФР позволяет добавлять какие-то вторых мутирует, АДЖФР позволяет в опухоли появляться еще мутациям, это может быть мутация МЕД или амплификация, либо амплификация ХЕР-2. Для этого нам нужна биопсия для подпора второй линии лечения. Что касается препарата асиммертинипа, то самый оптимальный вариант, конечно, давать всем пациентам первую линию асиммертинип, когда это позволяют условия, когда это позволяет, не знаю, в случае в России, например, ОМС, и это было доказано в исследовании Флаура, когда наибольший выигрыш получали пациенты нативные, которые не получали до этого первую линию, и тогда медианы выживались без прогрессирования. У этих пациентов было практически 19 месяцев против 10 месяцев на ингибитор тиразимкина с первого поколения. И что касается пациентов с мутацией Т790М, назначение им асиммертинипа тоже помогает, потому что было исследование Аура-3, в котором было доказано, что если этим пациентам дать асиммертинип, а не химиотерапию, содержащую платину пиметриксет, тогда у нас медиана выживаемости без прогрессирования увеличивается на полгода, и увеличивается ответ. И плюс добавление асиммертинипа снижает риск и скорость возникновения лептомингиального поражения или метастаза головного моста. Такое асиммертинипа – очень хорошая проникаемость через гематоэнцефалический барьер. Следующая мутация – это одна из изученных, это транслокация АЛК. И здесь первым препаратом, зарегистрирован был гризотенип, который по сравнению с платиной, содержащей химиотерапией, показал увеличение как общей выживаемости, так и выживаемости без прогрессирования. И сейчас у нас есть все новые ингибиторы, это АЛЕКТИНИП, который выигрывает кризотенип по эффективности, БРИГТИНИП, который также выигрывает кризотенип. И сейчас один из самых эффективных препаратов – это ЛОРЛАТИНИП, который длительно, вот последний краун дает длительную медиану выживаемости без прогрессирования, и самое главное – длительный период отсутствия появления метастаза в головном мозге. Пациенты практически уходят на плату там. Еще одна мутация, которая достаточно редко нам встречается, но она все равно есть, это мутация – это НТРК, и на нее есть два препарата – это ЛОРЛАТИНИП и ЭНТРАКТИНИП, которые были одобрены на ФД еще в 2018-2019 году. При применении этого препарата у пациентов очень хорошая как медиана выживаемости без прогрессирования, так и глубина ответа. Еще одна мутация, которая встречается достаточно редко, но мы все равно ее видим, и чаще всего она характерна для пациентов-некурильщиков, это по полу там разницы нет, но в среднем это пациенты около 60 лет, показывает статистика, и у них тоже есть два препарата – это СИЛПРКТИНИП, который был одобрен в 2020 году, и ПРАЛСИТИНИП, который был также одобрен в 2020 году, и у них также показывается хорошая очень глубина ответа и выживаемость без прогрессирования около полутора лет. Еще одна мутация, которая часто встречается, но эта мутация встречается не только для пациентов-курильщиков, но также и для пациентов, точнее, не только для пациентов без стажа курения, но больше она у пациентов с большим стажем курения, и сейчас лечение есть только, таргетное только на мутацию КРАСЖИ-12С, и это два препарата – это САТРАСИП и АДАГРАСИП. И вот здесь есть сравнительная таблица, исследование КОДБРИК или исследование КРИСТАЛ, где показано, что медиана ответа – это 11 месяцев против 8, медиана ПФС у них плюс-минус одинаковая, это 6,5 месяцев, и медиана общей выживаемости у них также одинаковая. Теперь перейдем к немелкоклеточному раку легкого без драйверных мутаций. Это чаще всего пациент, типичный наш портрет пациента на иммунотерапию – это пациент с длительным стажем курения, обычно это чаще всего мужчины, а реже женщины, достаточно пожилого возраста, и у которых стаж курения начинается в среднем от 30 пачка лет. И как раз-таки для таких пациентов, да, выполнение мутации очень важно, если они аденокарциномы, и очень важно определение уровня ПДЛ-активности, как в аденокарциномах, так и в плоскоклеточном раке, потому что от этого зависит тактика нашей дальнейшего лечения. И есть несколько, сейчас мы с вами разберем несколько исследований, и дальше я вам уже покажу алгоритмы, которые предлагает нам ЭСМА по лечению этих пациентов. Первое – это исследовники ENOD024, которые изучали добавление монотерапии пембролизумапом для пациенток, чей ПДЛ-статус был более 50%, и мы видим, что здесь есть разница как в выживаемости без прогрессирования, так и в общей выживаемости. При этом профиль токсичности был абсолютно допустимым, это хорошо переносимая терапия, и это отличный вариант для пациентов с 50, больше 50. Но нужно понимать, что все-таки это опция лечения для сохранных пациентов, у которых нет, например, дыхательной недостаточности вследствие распространенной опухоли, нет выраженного болевого синдрома, который тоже требует химиотерапии, потому что мы знаем, что иммунотерапия, начиная действовать в среднем через 6 недель, это полтора месяца. Иногда болевой синдром или недостаточность органов в системе у пациентов настолько выражена, что есть смысл начать им с химиотерапии, с добавлением иммунотерапии для облегчения их состояния. А это здесь представлен обзор о том, что моноиммунотерапия, да, прекрасно опция для пациентов при педель больше 50, но выигрывают от нее больше пациентов, то есть так называемые гиперэкспрессоры, это у которых педель более 90%. Именно у таких пациентов просто применение моноиммунотерапии позволяет увеличить как объективный ответ, это 47 против 32%, так и выживаемость без прогрессирования, и так и общую выживаемость. Следующее, это противостояние этому, это исследование КИНО-1,42, которое показывало применение моноиммунотерапии, и пембролизумаба для педель менее 50%, но, к сожалению, эта опция не показала нам увеличение ПФС или общей выживаемости, поэтому она не применима для пациентов с педель менее 50%. Опцию моноиммунотерапии мы можем рассмотреть только во второй линии для пациентов, кто не получал ее в первой линии, и тут уже не в зависимости от уровня педель активности. Еще одно исследование, которое изучало, и которое включено в рекомендации ЭСМО, это исследование Checkmate 9LA, где изучалась комбинированная иммунотерапия, то есть применение двух курсов химиотерапии на основе платины и добавление неволумаба и эпилемумаба, и проводились они до прогрессирования или непереноксимой токсичности, либо до двух лет. Неволумаб в таком случае вводится один раз в три недели, то есть каждые курсы эпилемумаб один раз в шесть недель. И здесь все пациенты получили выигрыш независимо от уровня педель, это исследование отличается хорошей частотой объективного ответа и поэтому может использоваться для пациентов с большой опухолевой массой для достижения более быстрого эффекта. В рекомендациях ЭСМО эта опция зарегистрирована для всех пациентов вне зависимости от уровня педель, но обратить внимание стоит на то, что эта опция хороша для пациентов с педель один негативный опухоль, где педель менее одного или равен нулю, потому что здесь медиана общей выживаемости была 17,7 месяцев против 11 месяцев к иноте 407. Поэтому для таких пациентов стоит рассмотреть эту опцию. Еще одно исследование, оно уже больше, наверное, для ослабленных пациентов, это Чекмейт 227. Здесь тоже изучалось проведение комбинации неволумаба плюс эпилемумаба в таком же режиме. Неволумаб раз три недели, эпилемумаб раз шесть недель, но без добавления химиотерапии. И здесь мы также видим, что для педель негативных пациентов эта опция предпочтительна, так как позволяет достичь медиана общей выживаемости тоже около 17 месяцев. Еще одно такое базовое исследование, которое включено во все рекомендации мировых сообществ, это исследование Кинол-407, где изучалось добавление пембролизумаба в комбинацию химиотерапии для пациентов с плоскоклеточным раком легкого. Если посмотреть на всю изучавшуюся популяцию, то пятилетняя выживаемость составила 18,4% против 9,7%. Это на всю популяцию в два раза больше. А если уже посмотреть раскладку для пациентов в зависимости от уровня педель, к сожалению, педели отрицательные пациенты здесь не выигрывают от добавления пембролизумаба в пятилетней выживаемости, поэтому для них как раз-таки стоит рассмотреть опцию с комбинированной иммунотерапией, а пациенты с педели 1 от 1 до 49 выигрывают практически в 3 раза, это 20 месяцев против 7 из 6, а пациенты с педели более 50% также в 3 раза, это 23 месяца против 8 месяцев. И такие же цифры отличные мы видим по медиане выживаемости без прогрессирования. И вот здесь стоит отметить добавление иммунотерапии для пациентов меньше 1. Да, есть какой-то совсем незначительный выигрыш в медиане по ФС. Эти пациенты обычно держатся на первом году лечения, но после первого года уже у нас происходит прогрессирование. Еще одно базовое исследование это Киноот 189, оно как раз-таки изучало добавление пембролизумаба в комбинацию пиметрикседы с платиной для пациентов с неплоскоклеточным раком, а с аденокарциномами. Здесь если посмотреть на выживаемость всей популяции, то видно, что сама аденокарцинома более благоприятное заболевание, потому что 5-летняя выживаемость на всю популяцию здесь выше. Это 19 месяцев против 11. И также для ПДЛ-1 отрицательных пациентов здесь выживаемость получилось добиться плюс 4 месяца, и во всех остальных подгруппах тоже выражено увеличение общей выживаемости. И то же самое касается и выживаемости без прогрессирования. Выкрашивание от добавления иммунотерапии было здесь во всех группах. Еще одно исследование которое у нас есть для приятного карцинома это EMPOWER-150 который изучал добавление отезолизумаба к химиотерапии по схеме платина плюс поклитоксел плюс бевоцезумаб. Здесь мы также видим, что есть увеличение как выживаемости без прогрессирования, так и увеличение общей выживаемости. Если посмотреть подгрупповые анализы, то это отличная опция для пациентов с метастазами в печень, так как они выигрывают в ней. И это комбинация только для аденокарцинома, потому что бевоцезумаб мы не можем добавлять плоскоклеточному раку, он не показывает своей эффективности. И также стоит отметить, что эту схему можно применять вне зависимости от уровня ПДЛ-1 экспрессии. Хорошая схема это для пациентов с метастатическим поражением головного мозга, так как препарат бевоцезумаб хорошо проникает через гематоэнцефалический барьер, и если у нас было проведено лучевое лечение, то это позволяет снизить развитие радионекроза у пациентов. Еще одна схема, которая также включена в лечение в рекомендации ЭСМА, это химио-иммунотерапия посейдон, и здесь изучалась также химиотерапия с добавлением, вот первые два графика показывают нам просто добавление препарата Дорволумаба к химиотерапии, и мы видим, что да, конечно, выигрыш есть, есть как в выживаемости без прогрессирования, это 5,5 месяцев против 4,8, и также в общей выживаемости есть выигрыш 2 месяца, а если посмотреть по двухлетней общей выживаемости, то разница составляет практически 7 месяцев, это больше полугода добавления, а вторая два графика показывают нам четверную комбинацию, то есть химиотерапия, тримилиумаб и Дорволумаб, и здесь мы видим, что есть выигрыш в выживаемости без прогрессирования в два раза, это 26 месяцев против 13, а если мы смотрим 24-летнюю, 24-месячную общую выживаемость, то здесь это 32 месяца против 22, отличный результат, учитывая, что схема достаточно удобная для введения, тоже эту опцию можно рассматривать для пациентов, в Европе, в Америке это зарегистрировано, в России тоже это включено в рекомендации, теперь перейдем к тому, как все это объединили в рекомендациях ЭСМА и что, наверное, мы должны будем сказать на экзамене, первое, это плоскоклеточный рак, и здесь мы смотрим, это пациенты, о чем мы обсуждали, курили ли эти когда-то пациенты, но здесь они дают отчет от 15 пачка лет, или это пациенты-курильщики, всем обязательно, если это пациенты никогда не курили, то всем пациентам обязательно необходимо проведение мутационных исследований, и если мутация была выявлена, то это проведение таргетной терапии, даже несмотря на то, что это плоскоклеточный рак, если же мутация была не выявлена, то следующий наш шаг это оценка ЭКОК пациента и определение ПДЛ-экспрессии, и здесь представлена схема по неплоскоклеточному раку легкого, здесь все то же самое, также мы определяем мутации, и обязательно смотрим на ЭКОК и на определение ПДЛ-экспрессии, если мы видим, что ПДЛ-экспрессия у нас более 50%, то здесь мы даем пациенту моноиммунотерапию, но здесь не написано с уговоркой от функционального качества пациента, мы смотрим на объем болезни, если же мы видим, что заболевание прогрессирует, то уже в таком случае во вторую линию мы пациенту даем платиновый дуплет на основании пиметрикседа или поклитоксела, иногда используется гемцитабин, либо можно добавлять пациентам биоцизумаб, если же после прогрессирования заболевания у пациента у нас ЭКОК-3,4, то, к сожалению, в таком случае мы предложим ему только проведение найдучей поддерживающей терапии. Если же у нас ПДЛ-экспрессия меньше одного, либо какая-то другая, то тогда они допускают при любом ПДЛ-экспрессии применение платиновых дуплетов с комбинацией эпилюмаб-невилумаб, либо же выполнение химиотерапии по схеме карплатин, по клетоксел, биоцизумаб. Все это допустимо. Если же заболевание прогрессирует, и пациент уже у нас на первой линии получал иммунотерапию, то тогда из оставшихся вариантов у нас при сохранном функциональном статусе это пиметриксы, доцитоксел, есть такая схема химиотерапии, как недотениб, доцитоксел, рамоцирумаб, доцитоксел, либо речелиндж иммунотерапии, если она была прекращена из-за того, что проводилось два года и не было выявлено прогрессирование заболевания. Но если же так же КОК-3-4, то палеоактивная терапия. Если же у пациента ПДЛ менее 50, и КОК-2, то тут рассматривается только проведение химиотерапии, потому что все-таки иммунотерапия в первой линии это опция для сохранных пациентов. И в таком случае мы пациенту даем либо платиновый дуплет при сохранном функциональном статусе, либо просто какой-то один из химиопрепаратов. И если же у нас на фоне этого был хороший ответ, и КОК-пациента улучшился, и сейчас он 0,2, и он спрогрессировал, то да, это тот случай, когда мы можем рассмотреть проведение иммуно-иммунотерапии либо отезоризумабом, либо неволумабом. Что же касается плоскоклеточного рака легкого, то здесь рекомендации плюс-минус такие же, тоже платиновые дуплеты, тоже комбинации и пенива. Разница лишь в том, что таким пациентам не показано во второй линии проведения терапии ниндотенибом и добавление биовоцузумаба и на какой линии этим пациентам невозможно, к сожалению. И самое удобное, наверное, для изучения, для подготовки в экзамен, это такие блок-схемы, которые представлены. И вот, например, для пациентов с ПДЛ больше 50 есть просто рассмотреть моно-иммунотерапию, химио-иммунотерапию, о чем мы говорили, комбинацию с эпенива, в общем, все то, о чем мы с вами обсудили. Важная строчка здесь, вот, где ЭКОК-01, последняя, что моно-иммунотерапия не рекомендуется для пациентов, при педель меньше 50, это мы с вами обсуждали, и для пациентов, которые никогда не курили, потому что ответа, к сожалению, мы здесь не ожидаем. Точно такие же рекомендации есть для плоскоклеточных раков, в принципе, здесь протублировано все то, что было в блок-схемах, и они дают добавление эпенива вне зависимости от того, какой все-таки уровень ПДЛ. Вот. Если у нас пациенты ЭКОК-2, то, к сожалению, здесь только либо иммунотерапия при высоком ПДЛ, больше 50%, либо монохимиотерапия. Комбинированные схемы здесь обычно не используются, вот это тоже мы с вами уже обсудили, это все первая линия. Если мы говорим про вторую линию, то здесь рамоцерумабдотстоксел, дотстоксел, нинтотениб используется, если мы говорим про аденокарциномы, иногда используется моноиммунотерапия, если ее не было в первой линии. Так что на этом все. Если у вас есть вопросы, давайте обсудим. Спасибо большое, Яна Сергеевна. Тайминг соблюден. Очень подробно и сложная задача была осветить в одном докладе. Справились хорошо. Мне хотелось бы немножко принести уточнение, если позволите, потом перейти к вопросу. Поскольку мы начали с многоклеточного рака легкого, и мне хотелось подчеркнуть, что это не просто возможный переход из аденокарцинома, это именно трансформация на фоне таргетной терапии для больных с мутациями. Вот это действительно один из механизмов резистентности. То есть это вариант, когда мы ищем именно так же, как мутация Т790М, возможно, но гораздо реже мы находим именно вот эту фенотипическую трансформацию и при ГФР, что чаще бывает, при АЛК-позитивном раке легкого, при БИРА-позитивном, как вы говорили. Но это именно исход на фоне таргетной терапии. Я, опять же, воспользуюсь правой модератора и хотела бы первый задать вопрос по поводу все-таки того, вот вы несколько раз делали акцент на том, что мы дожидаемся результата молекулярно-генетического тестирования. Ну, вот, наверное, все-таки не так безапелляционно, да, и все-таки кому можно было дождаться бы ответа, мы понимаем, что речь идет о неделях, да, это порядка трех недель в реальных условиях, четыре мутации, да, либо результаты секвенирования полногеномного, а кому мы все-таки должны начинать лечение? Есть какие-то нюансы? Будьте добры. Да, конечно. Хоть у нас рекомендации достаточно четкие, что да, всем дожидаемся, но по жизни на самом деле получается по-другому. Зачастую мы видим пациентов, кого лечить нужно было здесь, нужно уже здесь и сейчас, потому что у них уже есть дыхательная недостаточность, выраженный болевой синдром, быстро распространение болезни. И в таком случае, что если мы видим, что это пациент-курильщик, что у него там большой стаж курения и, в принципе, гистологическая картина и картина ПКТ укладывается в течение их болезни, то, конечно, на этом этапе мы можем начать пациенту либо проведение химиотерапии, либо проведение химио-иммунотерапии. Но если же это все-таки пациент, например, никогда не курил пациент, но химиотерапия нужна сейчас, то мы, да, начнем с химиотерапии, но мы воздержимся от добавления иммунотерапии для того, чтобы у нас всегда была возможность добавить таргетную терапию. Спасибо большое. Все понятно. Еще раз, вот один акцент, все-таки это симптомная болезнь, да, с быстрым прогрессированием опухолевого процесса, когда у нас нет в запасе вот этих самых пресловутых трех недель для ожидания ответа. И, ну, логично представляется, да, получив результаты молекулярно-генетического тестирования, мы увидели, да, к счастью, для нас, для пациента, естественно, наличие активирующей мутации, мы имеем возможность завершить определенное количество курсов, 2-4 курса контрольного обследования и перейти, не дожидаясь прогрессирования, естественно, опухолевого процесса, перейти на тот вариант лечения, именно таргетную терапию, которая будет оптимальной предпочтительной. Значит, следующий момент касается больных с активирующими мутациями. Здесь все-таки мне почетче хотелось бы немножко разграничить, да, но все мутации мы определили. Вот что касается и GFR позитивного рака легкого, для активирующих мутаций понятна ситуация, вот просто поскольку прозвучала, афотениб, он среди препаратов первого поколения, да, оказался вроде как дождественной. Но все-таки есть небольшой нюанс, у нас афотениб и усимертениб это препараты, которые работают при так называемых редких мутациях, да, в гении GFR, которые приходится все-таки процентов 10, да, 15 случаев появления этих мутаций, то есть об этом тоже не надо забывать, все-таки вот именно эти два препарата, они у нас имеют еще одно показание, помимо активирующих мутаций, это применение при редких мутациях, за исключением сердца в 20-м экзоне. Если позволите, вот про рост позитивный не сказали ничего, да, хотя бы перечислить препараты. Или я не... У меня там был... Да, у меня там был слайд, обобщенный слайд был, да. Ну, да, кризотениб у нас... Ну, кризотениб и энтеркотениб еще надо использовать, да. Мне кажется, еще, да, для таргетной терапии еще один такой момент, который тоже может быть полезен и в жизни, и на экзаменах. У нас есть препараты, которые таргетные, мы применять можем в первую линию, а есть все-таки препараты, которые мы... Ну, в частности, препараты для красмутированного рака легкого, да, G12C, это препараты стразив, которые используются в вторую линию после прогрессирования на плате содержащих, там, либо химио-иммунотерапии. Вот такой нюанс еще. Так, что касается иммунотерапии, я, наверное, не совсем соглашусь с тем, что экспрессия PDL более 1% не является показанием для назначения моно-иммунотерапии в первую линию. Все-таки у нас есть пациенты, и об этом написано тоже в наших клинических рекомендациях, что есть группа больных, которые по причине там сопутствующих заболеваний не кандидаты для химиотерапии. И для них делается это исключение. Все-таки, да, результат исследования КИНОТ-042 мы все-таки предполагаем, что попытка моно-иммунотерапии больным, которые не могут получить химио-иммунотерапию, химио-иммунотерапию, вот для них, наверное, эту возможность мы оставим в качестве иммунотерапии тембролизумаба в первую линию. Согласны? Да, согласна. Так, спасибо. Что касается схем комбинированных. Вот для четырехкомпонентной схемы. Да, и вот опять же, возвращаясь к таргетной терапии, мне кажется, вот оно имеет смысл, мы говорим только про таргетную терапию, но когда развивается резистентность на первую, на вторую линию таргетной терапии, особенно это касается GFR-позитивных больных, там, собственно говоря, вот две линии, и мы ограничены, да, в возможностях молекулярно-направленной терапии. Какой вариант лечения мы этим больным можем предложить? Все-таки вот важно, чтобы прозвучало. Да, конечно, это дальше проведение химиотерапии. Химиотерапии, и здесь мне хотелось бы вот в контексте четырехкомпонентной схемы сказать, что, да, то же самое исследование ПАУ-150 показало, что больные GFR-ЛК-позитивные, ЛК-позитивные было совсем немножко в этой группе, но впоследствии было еще исследование проведено, которое подтвердило, что вот четырехкомпонентная комбинация с включением биоцузма, ботезума, паклитохсил, локоплотина, она у этой группы больных эффективна после таргетной терапии. Пожалуй, вот это единственная на сегодняшний день нас применение иммунотерапии у больных с активирующими мутациями. То есть, ну вот это тоже такой момент. И, наверное, по поводу критериев оценки эффекта таргетной терапии, иммунотерапии, да, мы, мне кажется, и в вопросах прошлогодних это было, да, на экзамене в задачах с клинкейсами, что для таргетной терапии, для иммунотерапии, да, конечно, мы оцениваем эффект по критериям рецист. 1.1 для иммунотерапии разработаны специфические, так называемые, рецист, да, критерии. И не всегда прогрессирование рентгенологическое, оно ведет к отмене лечения, если сохраняется клиническая польза. В данном случае мы ориентируемся на самочувствие пациента, на так называемый клинический ответ, да, то есть, вот этот момент, мне кажется, тоже важный очень. И для больных на таргетной терапии важен локальный контроль тех очагов, прогрессирование, если это вот солидарный, какой-то очаг, особенно это интракраниальные или метастаз надпочечники, который может быть удален либо подвергнут стереотоксической лучевой терапии. Так, ну, у меня, пожалуй, все. Давайте посмотрим, что наши слушатели. Так, вопросов у нас не возникло пока. Яна Сергеевна, большое спасибо. Спасибо за комментарий. Спасибо. И мы переходим ко второй части это лечение ранних стадий местно распространенного опухолевого процесса при раке легкого. Пожалуйста, Макаркина Мария Леонидовна, Вам слово. Спасибо большое, Елена Валерьевна. На самом деле, прежде чем я начну, я хотела, наверное, даже извиниться перед нашими слушателями, потому что почему-то, когда при подготовке у меня отложилось, что у нас всего 20 минут на все про все, и поэтому лекция претерпела серьезные урезки, и в дальнейшем, я думаю, что ряд вопросов мы уже обсудим в ходе дискуссии. Итак, говоря про рак легкого, конечно, особенно про ранний рак легкого, мы не можем не говорить про стадирование, и действительно произошли некоторые виды изменения в системе ТНМ, и мы перешли с 7 классификации на 8, буквально несколько слов хочется сказать о том и акцентировать на том, что было все-таки видоизменено, больше, скажем так, изменения претерпели критерии Т и критерии М, из особенностей у нас получается, что добавлено критерий Т1, Т1С, и произошло подразделение, то есть у нас появились Т1А, Т1Б, Т1С, и Т2 у нас тоже разделен на А и Б. Также критерий Т3, он также несколько преобразован, и сейчас к Т3 мы относим опухоли не более 7 сантиметров, и, допустим, инвазию диафрагмы в настоящее время мы относим к критерию Т4. Также в классификацию было добавлено критерий Т1-мини и разделение опухоли на плоскоклеточные и аденокарциному инситу. При пересмотре классификации критерий М1, М1Б был разделен на М1Б и М1С. Разница была в том, что при М1Б мы говорим сейчас про какие-то единичные изменения и единичные метастазы при М1С про множественные как раз-таки. Меньше всего претерпел изменения это критерий Н, поэтому там мало что изменилось, ну и, естественно, несколько переработались стадирование процессов. Таким образом у нас, допустим, 1А стадия разделилась, подразделилась на три подвиды. это 1А, 1А1, 1А2, 1А3, которые соответствуют критерию Т. Также переклассифицировались с точки зрения Т3Н2, если раньше это было все-таки относилось к 3Б стадии, относится, простите, к 3Б стадии, ранее это относилось к 3А стадии и появился критерий стадии 3С, то, чего ранее не было. Также уже Яна Сергеевна показывала данный слайд, это выживаемость больных с немококречным раком легкого в зависимости от стадии, то есть как раз-таки здесь представлена предполагаемая выживаемость 5-летняя, 2-летняя в зависимости от стадии согласно 8-й классификации ТНМ. Что касается диагностики, на это тоже обращаем внимание, потому что есть методы, которые помогают нам визуализировать опухоль, есть морфологическое подтверждение, методы достаточно нам знакомые в клинической практике, поэтому сложности никаких не вызывают, ну и с учетом видоизменений парадигмы лечения рака легкого, конечно, нам сейчас недостаточно знать, что это только, условно говоря, плоскоклеточный рак или аденокарцинома или мелкоклеточный, но мы еще и стараемся получить уже на начальном этапе молекулярно-генетический статус для планирования лечения в том числе. Говоря о раннем раке легкого, мы не можем не затронуть хирургические методы лечения, и поэтому один из вопросов, который может возникнуть, да, что лучше все-таки это выполнение лобоктомии или это атипичная резекция легкого, ответ на данный вопрос был получен в исследовании 95-го года, как раз-таки, когда было проведено сравнение, участвовало порядка 250 человек и было показано, что все-таки анатомическая резекция, она более предпочтительна, ввиду того, что при атипичной резекции чаще возникают риски рецидивов, повышение, в том числе повышение смертности по сравнению с лобоктомией, например. Однако, как же быть, если опухоль все-таки имеет небольшие размеры и не превышает порядка до 2 сантиметров. И одно из исследований было показано, что как раз-таки в случаях, если опухоль очень маленькая, то мы можем рассмотреть вариант атипичной резекции. Так, следующий момент, это резюмирование вышесказанного, что операцию мы предлагаем пациентам с начальными стадиями первыми и вторыми, анатомическая резекция более предпочтительна. Мы можем рассматривать сегмент токтомию в качестве опухоли менее до 2 сантиметров без метастазов в лимфатических узлах. Следующий момент, который очень важен, это как раз-таки у нас профилактическая химиотерапия, девантное лечение. На слайде представлены варианты исследований, которые были. На некоторых из них акцентирую свое внимание. Одно из них это как раз-таки исследование международной группы по раку легкого. Там было исследовано порядка 1800 пациентов с первой и третьей стадии. Пациентам назначалась лекарственная терапия в профилактическом режиме после оперативного лечения. И согласно имеющимся данным, получается, что через 5 лет в группе пациентов, которые получали лекарственное лечение и между группой, которые были на динамическом наблюдении, разница составила всего 5%. При оценке выживаемости без признаков возврата заболевания та же самая история, 39% против 34%, что, скажем так, дельта составляет 5%. Еще одно из исследований это GBR10 и ANITA исследования были. Здесь особенность этих исследований они смотрели комбинацию винарильбина с цесплатином и в GBR10 исследование было проведено порядка 480 пациентов. Первая и вторая стадия исследовались и по итогам были сделаны выводы о том, что при второй стадии действительно мы можем рассматривать вариант назначения профилактической химиотерапии, так как имеется значительная разница выживаемости 6-8 лет против 3-6 лет, в то время как при первой стадии эта история достаточно сомнительная. И при исследовании ANITA там порядка 80-40 пациентов было исследовано, та же самая история с первой стадии принципиальных различий не было, а вот как раз таки при наблюдении в 76 месяцев разница была видна и повышалась выживаемость порядка чуть более 8,5%. Из особенностей почему мы проговариваем еще про профилактическое лечение, надо, не надо, работает, не работает, конечно мы понимаем, что в исследовании ANITA и по-моему GBR10 как раз таки были летальные исходы на фоне лекарственного лечения, в результате чего мы должны подбирать статус нашего пациента, кому мы назначим, кому будем рекомендовать просто динамическое наблюдение и казалось бы основными рекомендациями, так как были исследования ANITA GBR10 в большей степени мы должны были бы рассмотреть в профилактическом режиме линерильбин в сочетании с препаратами платины, с плотином, но есть исследования даже не исследования а мета-анализ ЛЭЙС который как раз таки в который было включено порядка 6 порядка наверное даже не буду врать сколько исследований не вспомню 7 или 6 исследований было и как раз таки более 4,5 тысячи пациентов проанализированы в результате что можно сказать что польза от добавления химиотерапии составила чуть более 5% и разница различия от второго агента будь то это этапозит будь то это венерильбин или другой вариант химиопрепарата принципиального не было различия и еще одно да вот и при первой стадии с перформанс статусом 2 добавление химиотерапии со сплотином не несет клинической пользы это как раз таки при таком вот поданализе еще одно исследование это гальп 9633 как раз таки оно рассматривает назначение карбоплотина и действительно мы можем рассматривать назначение карбоплотина при 1b стадии в случае если размер первичной опухоли не превышает 4 сантиметров некоторое резюмирование по поводу именно химиотерапии профилактической то есть при второй третьей стадии мы обязаны все-таки предложить нашим пациентам проведение химиотерапии профилактической при опухоли менее 4 сантиметров мы можем рассмотреть назначение карбоплотина в случае невозможности допустим по каким-то сопутствующим заболеваниям нашего пациента либо каким-то противопоказанием к введению дисплатина мы можем рассматривать карбоплотин ну и в качестве оптимального девантного лечения используется 3-4 цикла в комбинации с цисплатином следующий момент это по предоперационной химиотерапии буквально пару слов скажу значит химия исключительно химиотерапия без комбинации с таргетами или иммунотерапией мы можем рассматривать с целью уменьшения стадии процесса и проведения в дальнейшем оперативного лечения вот сейчас есть изменения и уже появляются работы в том что добавляется предоперационная иммунотерапия чуть ниже я об этом тоже постараюсь сказать вот и появилось исследование если не ошибаюсь ситонг это как раз таки когда мы когда исследователи рассматривали вопрос добавления в предоперационном режиме гифетиниб если не ошибаюсь следующий момент у нас по поводу лучевой терапии после операции естественно мы не рассматриваем при радикальной операции хирургической при N0 N1 статусе однако если к нам пришел пациент и мы видим что операция проведена не радикально рассматриваем назначение лучевой терапии но химиотерапию мы назначаем в первую очередь сначала профилактическая химиотерапия затем уже рассматриваем назначение лучевой терапии ну это достаточно известные слайды я думаю небезызвестные исследования даура если мы говорим про профилактическое лечение при наличии GFR мутации в настоящий момент у нас есть исследование даура на которое мы можем ссылаться при назначении таргетной терапии и действительно уже несколько анализов показали о том что добавление назначения асимирклиниба при наличии мутации GFR в 19 зоне и 858 как раз таки имеют преимущество и пациенты в это исследование включались Т1Б 3 А стадии и в динамике пациенты при наблюдении 2 года как раз таки без признаков заболевания были 89% против 52% в группе плацебо и что мне еще тоже стало интересным что без метастазов ЦНС если оценивать пациентов то как раз таки 98% на фоне асимирклиниба были без признаков прогрессирования в головной мозг по сравнению там с 85% и если оценивать для кого же все таки преимущественно относительно стадии процесса то если оценивать как раз таки при третьей стадии это максимально показана терапия но сейчас благодаря допустим в России я знаю что даже при первых стадиях все таки мы можем назначать терапию с асимирклинибом при наличии GFR-мутации что скажем так в дальнейшем дает возможности и надежду на то что возможно эти пациенты часть этих пациентов будет излечена следующий слайд да то есть это обращаясь к ЭСМА непосредственно как раз таки результаты исследования Адаура смогли продемонстрировать эффективность и изменили парадигму в лечении пациентов с GFR-мутацией при раннем раке раннем распространенном местно распространенном раке легкого так следующий момент у нас это уже непосредственно одевантная иммунотерапия да что касается сразу хочется проговориться что возможно в ближайшие годы мы все таки перейдем к той истории что мутации рак легкого с мутациями мы все таки будем лечить таргетной терапией даже в раннем и местно распространенном режиме но что касается иммунотерапии пока у нас есть несколько исследований одно из них это ЭМПАУР 010 дизайн представлен на слайде это исследование третьей фазы где сравнивалось назначение тезолизумаба против БЭССА против КЕ то есть против наблюдения и была проведена оценка выживаемости суммарно более тысячи человек подняло участие в этом исследовании с различными уровнями экспрессии ПДЛ химиотерапии до этого была у части пациентов также была назначена химиотерапия представлены варианты схем на слайде это цитоксел или винарельбин стоит отметить что по токсичности как раз таки нежелательные явления третьей и четвертой степени встречались в 11% случаев эпизоды скажем так летальные исходы были в 1% это 4 случая и здесь также если рассмотреть простите в зависимости от экспрессии ПДЛ то все равно преимущество в назначении если выражена экспрессия ПДЛ то назначение иммунотерапии имеет смысл в профилактическом режиме еще одно исследование это как раз таки КНОТ 0.91 здесь мы говорим это исследование третьей фазы также более 1000 человек представлено медианность на сегодняшний день там составляет 53,6 месяца против 42 месяцев и с точки зрения 86% пациентов включенных в исследование получали химиотерапию но еще в дальнейшем я думаю что будут представлены и другие поданализы по этому исследованию переходя к третьей стадии когда мы говорим о том что пациентам невозможно провести радикальное хирургическое лечение не требуется профилактическая или предоперационная терапия то при лечении третьей стадии конечно приоритетом является назначение химиолучевой терапии что же все-таки лучше последовательная лучевая терапия или сочетанная лучевая терапия как раз таки есть несколько метаанализов которые в которых было включено более 1200 пациентов и было продемонстрировано что как раз таки сочетанная лучевая терапия имеет преимущество как с точки зрения времени до времени до прогрессирования так и общей выживаемости и конечно приоритет если наш пациент имеет возможно если мы можем провести именно сочетанную химио-лучевую терапию это было бы наиболее оптимально однако есть исключения при которых последовательное по общему статусу пациента по сопутствующим заболеваниям когда мы можем назначить именно последовательное лечение таких пациентов в качестве радиомодификации в таком случае выбирается терапия с сплотином при невозможности как уже выше говорила мы рассматриваем проведение 2-4 циклов химиотерапии с последующей лучевой терапией опять-таки стандартная дозировка идет 60 грей скажем так и не должна превышать более 66 потому что при исследовании по эскалации лучевой терапии до 74 грей результаты были хуже и соответственно подводя к дальнейшему лечению что мы таким пациентам предложим несмотря на то что вроде мы провели химиолучевую терапию к сожалению такие пациенты все равно прогрессируют и что с ними делать дальше дает ответ на вопрос исследования пацифик как раз таки это исследование третьей фазы также небезызвестное где была проведена терапия друголумабом и получены достаточно хорошие результаты с точки зрения медиана выживаемости как раз таки после рандомизации в группе пациентов которые получали дурволумаб составило 16,8 месяцев по сравнению с 5,6 месяцев в группе пациентов с наблюдением если рассматривать общую выживаемость одногодичную то она составила около 56% по сравнению с 35% в группе плацебо наблюдения и если рассматривать 18 месяцев выживаемость то там тоже различия есть достаточно значимые 44 против 27% опять таки говорит в пользу того что назначение дурволумаба после проведения химиолучевой терапии имеет преимущество и мы должны помнить про это исследование ну вот как раз таки еще один слайд по поводу химиолучево в сочетании с дурволумабом 5 лет наблюдения и мы видим что собственно общая выживаемость достаточно внушительная различия идут так это подгрупповой анализ который говорит в зависимости от статуса PDL но на самом деле я по-моему убрала этот слайд сегодня из лекции но мне не так давно попался слайд когда они смотрели в зависимости от мутации GFR и там тоже были вероятнее всего возможно мы это обсудим в ходе дискуссии мне было бы очень интересно что думают коллеги насчет того что вероятнее мутация все-таки при наличии мутации GFR и возможно НЛК в дальнейшем у этой группы пациентов будет предложен какой-то другой вариант лечения и еще несколько исследований на которые хотелось бы обратить внимание это неодевантный режим иммунотерапии одно из исследований это Чикмейт 816 как раз таки это третья фаза исследования где проводилась комбинация химиотерапии с неволумабом против просто химиотерапии при у пациентов с 1б3а стадии суммарно около 350 человек приняли участие в этом хирургическое лечение было проведено не всем пациентам но большую большую часть из них и общий ответ как раз таки был выше в группе с добавлением иммунотерапии более 50% по сравнению с 37% в группе просто предоперационной химиотерапии и на что еще хочется обратить внимание как раз таки вот здесь указано что полный ответ был в группе с комбинацией неволумаба и химиотерапия был равен порядка 40% по сравнению с 9% в группе просто химиотерапии еще одно исследование на которое хотелось бы обратить ваше внимание это на ДИМ-2 это вторая фаза комбинация также неволумаба с химиотерапией против химиотерапии и здесь то же самое продемонстрировано было как раз таки что при лечении общая выживаемость через 24 месяца была выше в группе добавления иммунотерапии и полный патоморфоз после предоперационного лечения был как раз таки выше в группе с добавлением иммунотерапии и пару слов про мелкоклеточный рак легкого Яна Сергеевна сегодня уже проговорила о том что наверное сильных видоизменений в лечении мелкоклеточного рака легкого мы не то чтобы достигли если мы говорим про ранний мелкоклеточный рак легкого то здесь к сожалению глобально каких-то изменений не произошло и если скажем так обратиться к стадированию диагностики у нас все здесь то же самое мы применяем систему ТНМ 8 классификации проводим первоначальную оценку не забываем про методы визуализации и морфологические исследования и при лечении первых и вторых стадиях оперативное лечение мы можем рассматривать только при небольших размерах опухоли и то после обсуждения в рамках мультидисциплинарной команды конечно до начала хирургического лечения крайне рекомендовано провести оценку поражения медицинальных лимфозов потому что мы понимаем что это тот подвид опухоли легкого при котором распространение достаточно быстро происходит и если мы уже идем на оперативное лечение то конечно с той точки зрения чтобы достичь Р0 резекции если все-таки так случилось что к вам пришел пациент и мы видим что по итогу у него Р1 резекция то конечно мы обязаны предложить лучевую терапию и обязательно конечно мы никуда не убираем профилактическое проведение химиотерапии таким пациентам на этом у меня все я буду очень рада обсудить и услышать комментарии коллег Мария Леонидовна спасибо большое комментарии конечно же последуют ничего не сказали про стереотоксическую лучевую терапию у больных Т1 Н2 Т1 Н2 Н0 давайте опозначим все-таки что есть категория больных может быть тогда можно я тогда немножко на самом деле действительно сегодня утром буквально убрала этот слайд думаю вдруг не успею на самом деле я действительно с вами согласна есть категория пациентов у которых есть выраженные сопутствующие заболевания у которых допустим пациенты возрастные которым мы не можем провести хирургическое лечение конечно стереотоксическая лучевая терапия в данном случае она преимущество несет по сравнению с оперативным лечением потому что мы понимаем есть высокие риски послеоперационных осложнений в момент скажем так проведения в момент дачи наркоза и просто наши анестезиологи не допустят таких пациентов альтернатива это проведение стереотоксической лучевой терапии да по сути для этих пациентов это единственная возможность такого в общем-то радикального лечения хотела прокомментировать вот по поводу одевантной химиотерапии говорили на слайде по поводу летальных исходов да это касалось только первой стадии больных с первой стадии поэтому показания для одевантной химиотерапии это начинается второй стадии когда есть данные о прожимных лимфоузлах корня хотя бы Н1 ну и соответственно Н2 если такие послеоперационные находки будут в некоторых случаях все-таки при первой стадии да при размерах опухоли более 4 сантиметров при отсутствии поражения лимфатических узлов мы идем на назначение одевантной химиотерапии в случае наличия так называемых негативных факторов прогноза да это наличие раковых эмболов сосудов это молодой возраст пациента ну в общем есть некие такие нюансы да когда нам хотелось более агрессивную тактику применить я честно говоря не очень поняла когда вы говорили что каким-то образом размер опухоля коррелирует с выбором препарата платинового про карбоплотин вы сказали я можно уточню да здесь это к тому что в идеале все-таки мы склоняемся в сторону цисплотина но если у нас например опять-таки портрет пациента что есть противопоказания к назначению цисплотина то в принципе мы можем уйти в сторону назначения карбоплотина ввиду того чтобы снизить токсические эффекты вот и действительно там попалось мне одно из исследований где была некоторая корреляция вот именно с размером опухоли возможно я его со своей стороны неверно несколько интерпретировала ну в общем давайте тогда размер опухоли у нас не играет роли при выборе платинового компаньона давайте еще раз вот как-то почетче разграничим все-таки показания для проведения неоадъювантной химиотерапии вот какой портрет пациента еще раз потому что я честно говоря не очень согласна с утверждением что это возможность переведения в операбельную стадию все-таки мы когда говорим о неоадъювантной химиотерапии это выбор естественно мультидисциплинарного консилиума поскольку чаще всего это речь идет о больных с уже доказанным Н2 плюс либо с подозрением на медицинальное распространение опухоли это больные все-таки 3-я 3-я стадия это самое спорное для выбора лечебной тактики комборта пациентов и все-таки когда мы говорим опять же предоперационной химиотерапии даже из названия что все-таки потенциально это больные которые могут быть прооперированы другое дело что может быть уменьшен объем операции она может быть технически переформатирована но все-таки это больные операбельные мы не надеемся на даунстейншинг что больной из неоперабельной стадии переходит в операбельную в этом как раз ошибка потому что у нас есть альтернатива химиолучевая терапия с поддерживающей иммунотерапией с поддерживающей таргетной терапией как вариант для тех больных у которых проведение хирургического этапа сомнительно и на сегодняшний день все-таки подтверждение морфологической верификации как раз Н2 статуса оно является таким кроугольным камнем выполняются трансбронхиальные трансософагиальные биопсии некоторые учреждения медиастинскопии выполняют для того чтобы четко простодировать больного и определить показания для назначения неодиоактной химиотерапии по поводу гифетинибы вы что-то сказали именно в предоперационном варианте либо в комбинации либо что-то нет но я просто поясню я это специально убрала потому что все-таки это наверное меньше будет относиться к эсмоэкзамену как мне показалось и я решила не путать никого и убрала но то что в перспективе скорее всего это может что-то видоизмениться в дальнейшем это есть естественно вот эта опция конечно использование таргетной терапии учитывая быстроту реализации ответа да вот здесь мы как раз может быть ну мы можем помечтать о том что больные которые неоперабельные исходно после успешной таргетной терапии могут перейти в операционную стадию есть опыт к сожалению негативность применения мосиммертиниба в аннеоавиванте вот одно исследование оно к сожалению не показало преимущество назначения его в предоперационном периоде но тем не менее мы конечно надеемся потому что таргетная терапия действительно она имеет большие большие преимущества больных с активирующими мутациями и как раз в плане так сказать быстроты и как сказать ну вот это процентном соотношении вот этого объективного ответа уменьшение быстрого размеров опухоли что касается применения мосиммертиниба по результатам исследования Адаура то здесь прозвучала тоже первая стадия начиная с первой B стадии мы можем проводить одевантную терапию мосиммертиниба и ситуация такая если больному по каким-то причинам да вот начнем с чего какой же обязательный все-таки надо наверное тоже проговорить объем тестирования показаны для метастатического рака активирующие мутации неплоскоклеточную раклевку это все понятно а вот больным с ранними стадиями какие дополнительные исследования мы все-таки должны провести для того чтобы выбрать тот самый оптимальный путь таргетную терапию иммунотерапию давайте еще раз тогда но если мы говорим про гистологию мы про морфологические сейчас говорим или про визуализацию и дополнительные исследования молекулярно-генетические получается для больных это совсем собственно опция вот это появилось недавно раньше мы все генетические исследования проводили для больных с анестатическим процессом сейчас появились новые возможности в лекарственном лечении соответственно и диагностический этап он расширяется то есть больными с неплоскоклеточным раком легкого на послеоперационном материале когда у нас его достаточно нет отговорок что чего-то не хватило можно провести обязательное тестирование для определения активирующих мутаций это гений GFR и эмоногистно-химическое исследование для определения уровня ПДЛ то есть об этом напомните если больную пропит ну как бы это инициировать с тем чтобы вот этот послеоперационный период который у нас есть спланировать совершенно верно то есть GFR для неплоскоклеточного уровень экспрессии ПДЛ для всех и забегая вперед еще скажу что результаты исследования Алины по адъевантному использованию алектиниба у АЛК позитивных больных эта опция была зарегистрирована в ДИИ и возможно она будет экстраполирована на другие регионы и Европу и когда-нибудь и к нам придет то есть и определение мутации АЛК транслокации АЛК на послеоперационном материале это тоже уже требование сегодняшнего дня по поводу химио-лучевой терапии все-таки кому не показана была бы поддержка иммунотерапии другого мапа то есть опять же мы проводим химио-лучевую терапию и дальше вот показания для назначения иммунотерапии какие больные вот давайте определим все-таки какие больные подлежат поддерживающей иммунотерапии ну я бы наверное обозначила в моем видении это все-таки практически все за исключением тех у кого есть допустим аутоиммунные заболевания то есть противопоказания непосредственно к назначению те кто достаточно долго восстанавливается после проведения химио-лучевой терапии потому что побочные эффекты то есть период восстановления он же тоже с большей вероятностью будет играть роль это все совершенно верно но вот видимо по умолчанию предполагаете что это те больные у которых нет прогрессирования опухолевого процесса после химио-лучевого этапа лечения к сожалению такие больные бывают их немного к счастью но они бывают и поэтому мы должны опять же это тоже немножко изменило как бы наши стандартные подходы обычная ситуация когда химио-лучевая терапия заканчивается и больной оценивается эффект через полтора-два месяца вот это ошибка потому что начало раннее начало поддерживающей терапии иммунотерапию влияет на результативность лечения опять в том же там исследований пассивик было показано что начало двухнедельный срок существенным образом улучшает результаты лечения в нашей жизни не все так идеально но тем не менее то что зависит от нас это сразу после окончания химио-лучевого этапа мы делаем контрольное обследование КТ органов грудной клетки для того чтобы понять что нет прогрессирования заболевания потому что больницы могут жаловаться могут быть какие-то симптомы связанные с пусечевым пульмонитом небольшие что-то такое вот это надо объективно оценить и в показаниях это написано при отсутствии прогрессирования поэтому четко планируем назначение обследования на ранее буквально сразу после окончания не дожидаемся срочного эффекта лучевой терапии опять же какие претерпели изменения стандарты пока еще к сожалению не наши но опять же очень-очень близко наша перспектива во-первых все больные должны оцениваться с неплоскоотвеченным раком легком на наличие активирующих мутаций наличие активирующих мутаций GFR-ЛК эти больные как бы раньше как мы писали в клинических рекомендациях не получают того той пользы от иммунотерапии как больные с диким статусом кроме того появились результаты исследования Лаура когда в подъеме означал соуси мертениб и это действительно финальные совершенно результаты беспрогрессивная выживаемость через 12 месяцев 70 с небольшим против 22% в группе контроля и трехлетние результаты по общей выживаемости они тоже свидетельствуют о снижении рисков прогрессирования и смерти при назначении поддерживающей таргетной терапии существенной поэтому это тоже вот уже буквально вот такая информация которую мы должны ну по мере возможностей использовать и если пока нет возможности назначать то по крайней мере знать что GFR-позитивный ЛК-позитивный пациент это наверное не самая подходящая группа больных для поддержки иммунотерапии ну пожалуй из комментариев у меня все Яна Сергеевна вот к нам присоединитесь может быть какие-то тоже пожелания комментарии вопросы мне кажется она нас временно покинула так ну вопросов на самом деле у нас и от слушателей нет наверное все-таки будут записи смотреть спасибо вам большое Елена Валерьевна за комментарии правда очень ценно вот ну не знаю насколько это все для экзаменов пригодится но это реально вот собственно да и что касается макоклеточного рака легкого здесь тоже такие пока перспективные направления да это исследование адриатик промежуточные результаты которые были доложены в этом году это возможность назначения поддерживающей терапии после химио-лучевой терапии при местно распространенных формах рака мелкоклеточного там Друвулумап показал тоже такие обнадеживающие результаты возможно что это тоже будет нашим уже ближайшим рутинным да методом ну во всяком случае вот такие перспективные вещи ну пожалуй мы осветили все основные вопросы я надеюсь мы сильно облегчили подготовку слушателей к экзамену пожелаем всем удачи вам еще раз большое спасибо и хорошего дня пожалуйста проведите его с пользой спасибо большое хорошего дня всего доброго спасибо до свидания до свидания